всем привет в данном видео рассмотрим как собрать ключевые запросы для роликов для youtube канала скорее всего это будет больше такой быстрый способ сбора потому что этот ролик идет дополнительно к дополнительно к серии видео по работе с ключевыми запросами по семантическому ядру как работать как собирать ключевые слова каких чистить кластеризировать разбивать на группы но в общем как работать семантикой если полностью интересна эта тема то ссылку на плейлист я оставлю под видео вы знакомитесь потому что этот ролик он идет как бы уже после всех роликов идет как бы как дополнительно да и тут я рассмотрю такой быстрый вариант так сказать быстрый сбора и максимально быстрые чистки чтобы получить темы для роликов и ну те же ключевые запросы и их же можно использовать оптимизировать там тайтл у ролика описание использовать в тегах и так далее ну и конечно же эти ключи можно использовать только для роликов но и для сайтов не только для коммерческих для информационных сайтов можно использовать можно использовать для статей можно использовать для блогов можно использовать для дзена в общем семантическое ядро применимо практически в любых случаях и так давайте приступим к самому ролику и к тому как же как же получить список ключей довольно быстро смотрите ну еще сейчас я покажу немножко пример как ролики youtube ранжируется сейчас секунду как ролики youtube ранжируется в поиске смотрите к примеру берем ключ яндекс эфир что это такое да и если опускаться вниз то вы будете видеть что выдачи присутствуют и ролики до данном случае этот ролик на яндекс эфире тут же и youtube ранжируется и яндекс эфир но сейчас когда как что ранжируется и вот допустим этот же ролик он и есть мой но только на канале яндекс эфира то бишь уже он присутствует выдачи помимо этого смотрите но еще допустим сайт тоже выдачи уже плюс у вас ролик выдачи статья сайте выдачи до дальше идете вот яндекс д тоже получается находится выдачи но тоже тоже моя статья и она тоже аранжируется в поиске и того вы получаете и статью дзене и статью на сайте и ролик яндекс эфире или на ютюбе также пример аранжирование на самом ютюбе ключевой запрос и ролик присутствует в поиске вот дальше идем там допустим опять допустим ключевой запрос опять youtube и опять ролики присутствуют в поиске или к примеру вот тоже яндекс мы пишем как создать сайт опускаемся вниз статья дзена в поиске потом идет плейлист опять таки мой канал да и тоже идет в поиске но и дзен тоже статья тоже от моего канала и она тоже в поиске дальше опускаемся ролики раз ролик яндекс эфир яндекс эфир но сейчас он видите он тестирует наверно потому что тут чаще youtube показывается но в данном случае яндекс эфир тоже в поиске к примеру опять ключевой запрос смотрим идет яндекс эфир ролик youtube ролик он в поиске да вот и дальше ну и тут же сайт тут тоже в поиске видите получается много много ресурсов они попадают в поиск но и так вот допустим тот же ключ прописать яндексе да яндекс эфир яндекс эфир одноклассники залезли youtube залез что еще опять youtube вылез сайт ссылка вылезла ну и так далее ну в общем я думаю что ну и опять этот как и одноклассники или суть понятно да вот поэтому если вы собираетесь семантическое ядро а его можно применять и к видео и к статьям и к блокам и коммерческим сайтам да ко всему если относительно youtube то можно достаточно быстро собирать семантику и кластеризировать ее и записывать ролики что хорошо по отношению но в сравнении с сайтами то для роликов нет такого понятия как каннибализация ключевых слов но это когда если для сайта то плохо у вас когда под очень одинаковые группы одинаковые страницы до с ключевыми запросами то для видео тут не играет этого фактора у вас могут быть схожие видео и эти заголовки чуть схожи быть но это не мешает ранжироваться как видео как его на ютюбе и как на других источниках поиска там на гугле или в яндексе и ранжироваться может не только видео может еще ранжироваться и плейлисты поэтому плейлист вы хорошо делать тоже под семантику вот и и лучше заранее знать так что можно сделать это быстром варианте я сейчас покажу а можно сделать это более тщательно до проработать всю всю семантику по вашим по под тем темам которым вы занимаетесь по которым вы снимаете видео до чтобы это проработать полностью ссылка под видео будет на плейлист про семантическое ядро вы начнете самого начала и поймете как работать семантикой ну а кто так сказать хочет получить темы и ключевые запросы быстро то я сейчас покажу вариант смотрите для этого для этого надо будет вам кей коллектор про кей коллектор я уже не раз рассказывал тут максимально что я делаю быстро ну в этом ролике уже кей коллектор четвертый все обучающие ролики шли с кей коллектором третьим но по функционалу все идет довольно схоже просто тут он более так удобен и его чуть больше я потом еще в будущем сниму такой обзор по четвертому коллектору но сейчас именно суть такая вы просто парсите вы паршиваете ту тему которая вам надо почистил я но по частотности я почистил и убрал дубле ключевых запросов все я больше ничего не делал тут а то есть как бы такой ленивый ленивый сбор потом эти ключевые запросы мы вытащим вытаскиваем эти ключевые запросы вот и нажимаем сохранить все ключевые запросы мы получили дальше мы переходим в программу кей ассорт про нее тоже говорил видите программы платные так что если вы планируете заниматься семантикой то я рекомендую купить эти программы они будут полезны далее нажимаете экспортировать выбирайте файл с параметрами они сначала сначала надо его отредактировать тут я уберу базовую частоту и уберу все эти данные останется только ключевой запрос и частота в скобках все файл сохранил сохраню его в книга x xl и ну нажмем единицу быть будет нажимаем сохранить все теперь нам этот файл не нужен вот теперь переходим в кейс он открываем импорт файл выбираем единичку первая строчка содержит название да содержит столбец с фразой фраза и но и столбец до числовая продолжить окей все мы получили ключевые запросы смотрите в чем если тема достаточно конкурентно или она уже такая старая да то она за кластеризирует более-менее качественно если тема новая ну как допустим с эфиром то кластеризация может чуть-чуть хромать но ну это не трудно просто до разбрасывать потом вручную скорректировать эти кластеры это не будет проблемой да но чтоб вы просто понимали так вот он закинул их что нужно так нужно собрать данные собираем данные ну можно в настройках выставить по какому региону собирать данные на беларусь давайте остановим отмена сервис сервис настройки собирать данные пусть будет россия россия так кластеризация hard что-то как раз чем различать хард и софт есть отдельное видео вы там посмотрите обычно хард идет под под коммерческую до софт потом информационная хард под коммерческую но при работе с ютюбом ну под youtube ролики то я выбираю hard и три не больше надо очень сильно раз кластеризировать до чтоб явно видеть ключи потом нажимаем собирать данные сейчас достаточно быстро соберет давайте на паузу поставлю а когда он соберет продолжим так он данные собрал нажимаете ok и теперь нажимаете кластер кластеризировать кластеризация довольно быстро проходит его начал раскидывать на группы смотрите если вы вы заранее почистили да но этот функционал есть в коллекторе да и он такой делается полуручную можно в аналите групп полазить и максимально быстро но не не быстро придется поселить но почистить семантику да и тогда тут будет меньше работы но логика в чем состоит он кластеризирует по выдаче и сразу видно как он откидывает кластеры уже собирает кластеры которые вам не нужны да а одно дело когда он по похожим словам но по по одинаковым словам соедини на другое дело когда он уже по выдаче собирать конечно же есть функционал такой в коллекторе да но тут довольно удобно уже как-то кому как удобно работать вы уже вы сами можете там либо это делать коллекторе все время либо это используется киа сортом но смысл такой что мне достаточно удобно так собираешь ключи убираешь частотность не дубли и тут мусор уже виден далее смотрите вы выставляете тут частоту делаем сумму нам надо сумма частоты на кластер все мы видим самые частотные запросы вверху в ней идет убывание частот все это сумма частот в кластере на вот один ключевой запросы его сколько ищет второй ключевой запрос и их сумма на и далее идете сверху вниз вы видите сразу ненужные как таковые ключи да допустим nhl как скачать видео big fnl уроки и так далее на сергей крылья ну то есть те что по сути вам не нужен потом находите находите ключ сколько платит яндекс эфир открываете видите уже готовый кластер что тут сколько платит сколько заработать до сколько это уже можете это выдвинуть сюда но передвигаете этот кластер забираете далее как зарегистрироваться так как попасть яндекс эфир видеоблог как сделать канал тоже забираете видите сейчас еще покажу он бывает соединяет такие вот как сделать так как попасть не видеоблог как сделать канал на яндекс эфире как начать я на как создать канал но еще более-менее нормально сквозь собрал сколько платит так яндекс эфир отзывы монетизация сколько платит купить просмотры видите если бы она была более конкурентная но это тема дата он бы более лучше раз кластерировал так кластеризация была так он еще похожи но рядом слова все-таки забирает я бы еще более группе раз группировал эти но для ютюба уже бы я больше разгруппировал это для не написание статьи да а тут уже для ютюба тут надо выделять уже на отдельные видео ну и так далее идем по и находим находим так сказать те кластеры которые нам нужны как снимать как добавить видео на яндекс эфир дальше этот 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 подписчики яндекс эфир как посмотреть количество подписчиков как узнать количество подписчиков вот но если вы знаете про что вы снимаете вот допустим я знаю почему люди ищут информацию про подписчиков потому что на эфире не показываются подписчики они показываются только по моему после двух или трех тысяч подписчиков только после этого они начинают отображаться поэтому информацию люди ищут да поэтому как бы на спрос и можно записывать ролик так что еще яндекс статистика заблокировали канал можно поговорить о чем-то многие снимают ролики что делать если заблокировали канал или чтоб не заблокировали но и так далее так сейчас мы еще найдем что нибудь можно делать так еще чтоб сильно не это вот еще кластер с монетизации кстати тоже его вывести можно так ну вот так вот спускаетесь идете и смотрите накрутка как накрутить можно ли накрутить но тоже тема для видео в принципе у кого-то интересует про просмотре количество просмотра можете рассказать про просмотры выплаты как выводить деньги если кто-то уже занимается вы занимаетесь яндекс эфиром и уже выводили деньги то вполне себе можете снять ролик о том как их выводить потому что но у человека то ищет но примерно пятьсот сорок три человека в яндексе спрашивали этот запрос сумма но этого 9 1920 человек интересует как выводить деньги с яндекс эфира но это только яндекса еще в гугле также и в ютюбе спрашивают ну я думаю суть понятна вот так вот пробегаетесь выдирается только все кластеры которые вам нужны те классы которые не нужны они тут и остаются но они явно видны тут но просто трудно ошибиться с кластерами на то бишь тут я думаю все понятно и вот так вот пробегаетесь потом есть еще группа не сгруппирована да но тут все просто вы допустим когда у вас уже тут сгруппировано вы можете доискать с помощью этих ключей которые тут есть допустим доискать ключи которые тут еще остались на если они остались там допустим за заработка уже нету выплаты нету как зайти как скачать как запустить видите даже кто-то ищет как зайти для блогеров да не знают как зайти а вот еще часть кластера вот видите отдельный ключ ушел не туда очень заберем сюда что лучше яндекс эфир или youtube можно и такое так но я думаю смысл понятен выбираете все ключи быстрый способ в чем он по выдаче собирает в кластер и ненужные кластеры сразу видны но они допустим уже даст понятно что они лево они не по вашей теме а все все что нужно тоже собрано в кластеры и вы уже получаете готовый кластер единственное что остается ну смотрите тут одна тема да тут допустим как добавить как снимать как загрузить да тут можно там сделать вот тут четыре ключа она все схожи да это одна и та же тема по сути вот эти вот это одно и то же да просто пишите как снять видео и добавить его или загрузить допустим как снять и загрузить видео на яндекс эфир используйте все ключи в заголовок они почти все используются это добавить в описании и используйте добавите в теги ну и у ютюба есть приложение плагин которую больше используют но вы можете комбинировать вы используете семантику плюс комбинирую эти плагины и уже у вас вы составите хорошие заголовок который будет ранжироваться описание и теги вот так вот если кластер довольно большой получается да то делите его он может просто совмещать час мы найдем так регистрация да тут у нас есть яндекс веры как раскрутить канал да также есть отдельно так раскрутить как выложить выложить видео на яндекс эфир то есть забрать этот ключ и перекинуть в группу другую да ну и вот так вот доработать просто до разгруппировать на смысловые группы все и у вас получается готовые кластеры которые вы можете применять вы будете знать что человек интересуется что он ищет интернете да будете знать сколько человек ищет можете начать с тех ключевых запросов которых больше чистота а будете понимать как составит тайтл и описание какие ключи используют стать ли какие ключи используют в описании и тега и уже с этим работать это конкретно такой быстрый вариант под пода под ролики да так же тут он тут можно сделать то же самое к примеру спарсить серп до заходите в партинг поисковая выдача и забираете данные к примеру яндекса дам собрали он тут отобразился потом переходите переходите в анализ групп и ну вот по отдельным словам что я говорил вот по отдельным словам начинаете анализ и но если чистить я просто про это уже говорил вы если посмотрите видео про семантику все поймете вот допустим вам не надо словом смотреть да вот все все что со словом смотреть вы выделили и можете перенести в корзину и тем самым почистить перед тем как сюда закинуть но этот и тот вариант быстрая просто если достаточно быстро просто максимально просто почистил закинул и уже все равно ты отсюда увидишь готовые кластеры и так смотрите что тут тут вы можете сделать сейчас я закрою там тут вы можете сделать по той же логике нажимаете анализ групп выбираете выбираете по поисковой выдаче выбираете яндекс так пересечение иначе нажимаете начать все и вас тоже тут же разделилась на группы но и к примеру сейчас пойдем поддержка до техподдержку как написать яндекс эфир ну да там тоже с поддержкой почему люди ищут этот вопрос там проблема с поддержкой видео не проходит модерацию и надо написать поддержку не каждый знает как так что об этом тоже можно снять ролик и записать берете этот кластер не переносите сюда вот этот кластер уже тут так подождите так ну вот он перенес и дальше идете вот по такой же схеме так как сделать как выложить видео на яндекс эфир как выложить видео на 5 таки вот готовый кластер так дальше ядак яндекс эфир загрузить видео как загрузить но совмещаете опять таки ну вот короче смысл такой же похожая схема тоже кластер из ируйте выдираете чистые кластеры структурируете дальше руками их до распределяете по готовым кластерами все и уже выделяете отдельные темы на которые вы будете снимать видео вы точно знаете что эти вопросы ищут будет снимать видео будете знать что употребить в title в описании и в тегах да можете использовать как только кей коллектор можете использовать совместно с кей ассортом пока мне удобно использовать их в купе вдвоем на этом все если у вас остались какие-то вопросы задавайте их комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новое видео всем пока а